Приветствую всех, меня зовут Динара, моё духовное имя Келешври, и я хотела бы поделиться своим опытом от работы с Марганадхом над регрессиями. И всё, что касается внутреннего мира человека, его персональных переживаний и опыта, к которому нет доступа никакому другому субъекту, помимо него самого, будь то опыт регрессивного гипноза, медитации или просто какая-то обыденная эмоциональная наша внутренняя реакция, все эти сферы всегда будут таким тёмным пятном и вызывать определённые сомнения. Персональный опыт, он на то и персональный, что он не может быть пережит кем-то другим, проверен различными средствами или ещё каким-то образом верифицирован со стороны извне. С другой стороны, нуждается ли человек, находящийся, например, в каком-то эмоциональном состоянии, например, в состоянии огорчения, в верификации этого состояния, в верификации его кем-то извне. Или же, например, человек, видящий сон по пробуждению, он полностью уверен, что он именно видел тот или иной сон, что его посещали те или иные видения в его основном сновидении. И вне зависимости верифицирует кто-то это или нет, этот сон останется в его реальности. И в первом и втором случае внешнему наблюдателю не остаётся ничего нового, чем либо поверить, либо не поверить переживаемый другим опытом. Точно так же состоит дело с опытом регрессии. И никто, ни регрессолог, ни некий внешний наблюдатель, ни будь он даже каким-нибудь психологом, психотерапевтом или даже вооружённым томографом, никогда не сможет проникнуть в переживание слипера, как это называется, профессиональным языком. И по каким-то критериям внешним, специальным определить, чем является этот опыт. И из этого следует, что исключительно слиппер знает, переживает и, собственно, верифицирует этот свой опыт. В том, что испытуемый действительно переживает опыт, очевидно, у него сомнений нет, не наблюдается. Ну, это очень просто. Так же, как у нас, например, нет сомнений, что мы действительно видели какой-то сон по пробуждению. Вопрос может вызвать интерпретацию этого опыта. Чем был этот опыт? Как я могу его описать? Как я могу его для себя объяснить? Да, что я действительно пережил в эти моменты? И эти вопросы, очевидно, слиппер, склонный к саморефлексии, вдумчивый человек, будет, очевидно, себе задавать и искать на них ответы. И человеку, вдумчивому, но никогда не занимавшемуся исследованием своего собственного сознания, я думаю, крайне сложно будет правильно сформулировать даже вопросы, какие нужно себе задать, не говоря о том, чтобы найти какие-то качественные, удовлетворяющие его ответы на эти вопросы. Я занимаюсь философской системой кашмирского шивоизма. Духовная практика тысячелетиями выстраивала ясное представление, чем является высшее сознание и наше сознание, как частный элемент высшего сознания. И если совсем в общих чертах как-то пытаться объяснить, то сознание является частным случаем высшего сознания. Является его неотъемлемой частью, но далеко не исчерпывает его полностью. Если привести метафору, то максимально удачная метафора будет такая, которую будет проводить духовный текст. Это образ волны. Волны и океана. Волна одновременно и конкретная индивидуальная волна, и в то же самое время она и океан. Когда мы выбираем видеть частности, мы видим волну. Когда наш взор стремится к единому, когда он пытается постигнуть единый общий источник каждой волны в океане, то нам открывается, собственно, сам океан. И вот эта философия, она называется философией недвойственности. И философия недвойственности, как мне кажется, может нести определенную ясность понимания того, чем является собственный сеанс регрессии. Необходимо хотя бы интеллектуально, на интеллектуальном уровне понимать, что и нынешняя наша жизнь, проживаемая непосредственно сейчас в наших эгох, и все предыдущие, и наше выражение себя, и то самое-самое высшее сознание не являются какими-то отдельными сущностями, а это и есть одно целое. И высшее сознание, принимая форму различных волн, находится в трансформации и манифестирует себя многочисленными, всевозможными образами. Манифестирует из себя все возможные опыты и переживания. Можно еще привести такой пример. Это свет за стеной, например, за стеной Солнца. Например, их трещины проходят лучи света и создают различные конфигурации солнечных датчиков, различные формы. И этот свет единый расщепляется и превращается во множество различных форм. И ради эксперимента, при желании, можно, поймав вот этот луч Солнца, зайчики, двигаясь в обратном направлении, мы вернемся в какой-то момент к этому изначальному, нерасщепленному еще свету. И это будет не двойственность. Если мы опять захотим уйти в частности после этого, мы можем нырнуть в другую щель, в соседнюю, и изучить то, как свет сознания проявляет себя в некой другой конфигурации, в некой другой манифестации. И регрессия в прошлую жизнь – это вот такой перевод внимания от одного пучка, от одного солнечного зайчика, от одного пучка света сознания, к другому. И на самом деле мы, главное нужно понимать, что на самом деле мы являемся источником всего этого света, всего света вообще. Об этом говорит недвойственная философия. И нам как свету не составляет никакого труда осветить иной сценарий воплощения. Сценарий прошлой жизни, например. На самом деле мы являемся самим источником этого света. Но вот дело такое хитрое, что каждый из нас себя воспринимает только лишь как одним каким-то персональным отдельным солнечным зайчиком. И из этой позиции, позиции солнечного зайчика, невозможно проникнуть в другого такого зайчика. Для этого нужно отложить на время особенности твоей собственной конкретной конфигурации. Дать заснуть в какой-то степени личному телу. Тело также это в расширенном смысле наш психический аппарат. И только осознав, что мы не есть только вот это тело, мозг, конкретные переживания, мы можем, слившись со светом сознания, окунуться в некую другую перспективу. И отложить на время вот этот свой психофизический аппарат не всем так просто, на самом деле. Это очевидно. И не спорить, для этого нужны либо врожденные таланты, либо такие нехилые юридические навыки. Но именно от качества, от отбрасывания этой одной своей персональной оболочки будет зависеть, получится погружение или нет, и насколько качественно оно получится. Так вот, метод, которым работает марганат, которым он погружает сознание в высшее сознание, возвращает его к высшему источнику, на самом деле метод очень действенный. И если все выполняется правильно, а это будет зависеть в большей степени также и от слипера, если все указания будут выполняться правильно, сознание мягко покидает свою частную форму и становится способным путешествовать. И в таких путешествиях душа действительно может испытывать невероятный опыт. Опыты настолько отличные от ее обыденных переживаний, от ее обыденных впечатлений, что в процессе самой регрессии, как правило, человек находится под большим впечатлением. Но я из своего личного опыта общения с некоторыми людьми, которые также, как и я, пришли из личных мастеров регрессии, знакома с таким взглядом на вещи. Несмотря на то, что весь опыт процесса регрессии выглядит очень живо, ярко, сочно и не вызывает сомнений, по выходу из этой ситуации, из ситуации погружения в гипноз, выходца обычное состояние, человек начинает сомневаться о качестве, точнее даже не качестве, о том, что собственно с ним произошло. И одним из аргументов в пользу того, что все произошедшее является ничемным, как его собственной фантазии, разыгравшейся бурной, есть такой аргумент. Человек говорит, вот эти образы мне знакомы, то есть то, что я увидел в своей, в своей секретеансе регрессии, имеют какое-то отношение к моей жизни, к возможно, к чему-то увиденному, услышанному, прочитанному когда-то в моей жизни. И, возможно, все, что я видела, является просто продуктом вот этого материала в психике. Я сама в какое-то время находилась в скептическом таком отношении, именно по этой причине. Дело в том, что перед нашей работой с Марканатом у меня уже был один год в регрессе. И регрессолог был менее профессионален, в том смысле, что он гораздо меньше времени и усилий потратил для того, чтобы вести, собственно, меня в трансовое состояние, в состояние разрыва, идентификации со своей собственной личностью. Определенный уровень транса я была отъедена, но гораздо, гораздо более легкий, если сравнивать с процессами как это на работе с Марканатом. И в чем заключался мой опыт в прошлом, негативный, как я его расцениваю. Все образы и все картины, что я видела в своем опыте, я человек, который много медитирует и достаточно хорошо себя понимаю, и свои реакции, и все свои процессы, достаточно в хорошей степени рефлексирую, мне в процессе еще медитации, в процессе регрессии были понятны, откуда они берутся. То есть, ага, вот этот элемент, это я два года назад прочитала такую книгу, а вот это похоже на то-то кино, а это что-то из детства, я помню, мне там кто-то рассказывал какой-то такой миф, и он у меня отложился, и теперь он всплывает. И я сильно была разочарована этим опытом, потому что все произошедшее мне казалось каким-то прошлым же не воспоминанием какого-то прошлого воплощения, и не контактом с каким-то истинным своим источником, а вот таким набором своих собственных, своего собственного личного, персонального, бессознательного. В работе с марганатхом я заметила, что транс, который тебя вводит регрессолог, он сильно отличается, сильно отличается. Он очень, марганатх, очень много усилий уделяет тому, чтобы ввести в правильное состояние слипера, и транс, конечно, намного более глубокий. При этом, что сейчас, пережив этот опыт работы с марганатхом, который я вижу просто, отличающимся как небо и земля с моим предыдущим негативным опытом, и о нем я чуть подробнее еще расскажу, для меня все же раскрыло, что не стоило так критично относиться, возможно, к своему первому. В чем дело? Я поняла одно, что наше высшее сознание не может разговаривать с нашим человеческим эго конкретно в этой проявленной форме на языке символов и знаков, которые в нашем нынешнем эго не могут быть интерпретированы и поняты, и распознаны. В этом просто не было бы никакого смысла. Ну, вы подумайте, если со мной придет кто-то и начнет разговаривать на японском. Даже если он мне хочет сообщить от своей ячейки в банке и какую-то другую сверхценную информацию, у меня не будет никакого ресурса понять о том, что мне человек собственно хочет донести. Вот то же самое здесь. Высшее сознание, прикасаясь к контурам более глубоким, более тонким нашего высшего я, мы должны все-таки брать в расчет, что интерпретировать всю эту прощающую информацию не должно, лежит на плечах нашего эго, нашего обычного человеческого нынешнего эго, а также при помощи регрессолога, если потребуется. И очевидно, что язык, на котором будет говорить наше сверхсознание, будет таким, чтобы мы потом смогли его понять. И это правильно. Это естественный процесс. И тот факт, что некоторые образы, которые, возможно, вы получите в опыте регрессии, будут чем-то напоминать то, с чем вы уже сталкивались, то, что вы уже знаете, не должно являться критикой метода. Ввиду того, что я сказала. Высшее я готова с нами сотрудничать, поэтому оно использует тот язык, на котором мы можем его понять. Дальше. Другой вопрос совершенно в том, что уровень погружения в транс может быть совершенно разным. И здесь действительно, насколько вы открыты и честны с собой в этот момент погружения, насколько вы доверяете регрессологу, настолько хорошо и качественно вы сможете отсоединиться от своего эго, от своей нынешней конфигурации личности и соприкоснуться с этим высшим сознанием. Здесь большую роль играет честность намерения, в первую очередь, честность самому себе. Ну, очевидно, если вы пришли на сеанс регрессии, регрессивный гипноз, насколько он правильно называет, не знаю, в общем, сеанс с идеей проверить гипнолога, а не шарлатан ли он или ой, насколько этот метод является истинным и верным, да. В этом смысле, конечно, все ваше внутреннее будет сопротивляться достаточно глубокому погружению. И очевидно, что ваши результаты будут минимальные, если они вообще будут. Другое дело, если вы приходите на сеанс, сам факт, что вы пришли с чистым, как бы заплатили деньги, вы искренне включаетесь в работу и уже определенный уровень честности с собой у вас присутствует. И, конечно, также очень важно иметь доверительные отношения с регрессологом, доверять ему, его квалификации и находиться в состоянии безопасности, что Морганат прекрасно организовывает на своих сеансах. И доверие к себе и честность с собой заключается еще и в том, что на самом деле наше высшее «я» оно говорит через нас всегда. И если мы решаем для себя сделать шаг к нему навстречу и погрузиться, отбросить на время нашу телесную оболочку, оболочку нашей обычной психики и открыться ему навстречу, оно с таким же успехом и с такой же радостью откроет свои объятия вам навстречу. Вот о чем я еще говорю, когда говорю о честности с собой. Нужно прислушаться к своему высшему «я», которая всегда готова к диалогу, которая всегда готова пустить вас в чертоги своего знания. Потому что отношение обычного «я» и высшего «я» — это отношение любви и единства в конечном счете. Поэтому, насколько вы готовы отложить вот эту личную конфигурацию, насколько у вас будет успешна эта медитация, эта регрессия. На самом деле, приостановить вот эту активную фазу существования вот именно в этой конфигурации теля трудно, но если подумать, что из вот 24 часа в сутки вы находитесь в этом состоянии, а сейчас вот есть там 2-3-4 часа возможности, когда вы можете открыться чему-то большему, то почему нет? Почему на эти 3 часа я не могу забыть, отлепиться-таки от этой пиявки, вот этой своей психики, этих своих обычных, обыденных реакций, и хотя бы на 3 часа позволить высшему «я» поговорить через меня. Хотя бы на 3 часа. И это совершенно нормально, что наше эго и наша частная психика, если человек не натренированный, если он, да даже у тренированного человеку йоги, на вполне естественные такие реакции, что это эго, оно будет вмешиваться. Оно будет вмешиваться в процесс в какой-то момент, и это может быть связано с телом, у вас там заноет какая-то конечность внезапно, либо вы услышите некий посторонний шум, который вас выведет из медитативного транса, либо еще что-то, либо просто внезапно вот это эго, ввиду того, что оно не хочет терять свою хватку над вами, над этим временем, оно будет стараться вмешаться. Очень важно понимать, что это не страшно, и относиться и к этой части себя с любовью. Понимать, что в этом нет ничего страшного. просто, когда вы видите, что наступает вот это вмешательство, это эго, нужно просто спокойно дать ему прекратить это вмешание, просто расслабиться, и оно пройдет. В моем опыте очень ярко было выражено это в том, что когда ты переживаешь определенную жизнь, то, что ты произносишь, то, что ты говоришь, голосом коммуницируешь с регрессологом, является такой спонтанным выражением того, что ты видишь. То есть перед тобой появляется некий образ, и ты его моментально проговариваешь. Это естественная реакция, и она совершенно спонтанна, и не проходит какие-то фильтры. Образ, появляющийся перед тобой, тут же облекается в языковой инструмент. Но, замедлено, когда появляется, вот, включается это эго, что происходит? Ты начинаешь интерпретировать. В этот момент включается момент рационализации. Вы можете это называть умом, разумом, маносом, как угодно. Но, можете называть это эго, но, что происходит? Происходит попытка интерпретировать по ходу. То есть вы видите нечто, и эго, оно привыкло работать через ману, оно привыкло работать через нашу интеллектуальную рациональную систему. И оно пытается тут же взять под контроль этот образ, тут же взять его в оборот, попытаться его интерпретировать, рационализировать и как-то объяснить. В совсем запущенных случаях, когда эго совсем прорывается, оно начинает менять структуру этого введения. Но, еще раз я повторяю, не нужно этого сильно бояться. Если вдруг в какой-то момент вы это замечаете, просто позвольте этому закончится. Любой процесс психический имеет свое начало, имеет свой конец. И если оно встревает в какой-то момент, через несколько мгновений оно закончится, и напряжение отпустит, и вы заново вернетесь в это ваше глубокое трансовое состояние. я постаралась набросать какие-то наброски, этюды того, с чем может встретиться человек в таком опыте. Сделала это со стороны колокольни йогина, практикующий недвойственный контризм многие коды. и немножечко попытаться объяснить и даже рационализировать для вас, для тех, кому возможно будет полезно это рассуждение. Потому что не нужно ругать рационализацию, не нужно ругать попытки нашего сознания, нашего рацию объяснить происходящее. конечно мы не можем претендовать на то, что все может быть объяснено рационально и нам преподнесено на блюдечке. Это было бы очень глупо и наивно верить. Я думаю, что все вы это прекрасно понимаете. Но в самой попытке это сделать, рационализировать и понять нет ничего плохого, потому что сама рационализация это интеллектуальная деятельность, подаренная нам высшим сознанием. Это и есть выражение высшего сознания, на определенном уровне. И мы должны быть благодарны нашей способности прекрасно рационализировать, находить логику и взаимосвязь. Поэтому если вы соберете какую-то информацию о регрессии предварительно, тем самым вы насытите свой манас, свою логику и в какой-то степени ее успокоите. Ровно до той степени, чтобы она не мешала вам в процессе не вставляла свои палки в колеса во время регрессии. Это действительно поможет вам. Потому что мы склонны отрицать, отбрасывать, бояться в какой-то степени всего иррационального, всего необъяснимого, всего необъясненного, так как мы люди европейские и привыкли инфинировать много в этой системе. Но если вы дадите поесть вот этому толстому коту вашего рацию, то возможно он попустит свои циски и уступит место для голоса высшего сознания, с которым вы встретитесь на этих чудесных сеансах регрессии, которые проводит дорогой Марганат. Я ему лично очень благодарна практически на все вопросы, которые я хотела узнать, ответы. Я получила ответы на другие вопросы. Я получила направление, в какую сторону смотреть, чтобы получить ответ. Еще раз благодарю всех. Спасибо. Хорошего вечера.